Итак, второй экзамен. Папа выпивает, играет в аппараты, любит женщин. Почему я страдаю от этого? Потому что это экзамен. Когда ты сдашь экзамен на первом уровне, почему так происходит? Потому что ты в прошлой жизни таким мужиком была. Просто это уже забыла. Сейчас Бог тебе напомнил. Мне одна девушка спросила, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю, пожалуйста, сейчас показываю. Ставьте перед собой мужа, детей, родственников, директора завода, всех вот так вокруг. Вот, все они показывают вам вашу судьбу. Олег Геннадьевич, что это значит? Это значит, что они показывают, какой вы были в прошлой жизни и в этой. Как вы себя вели по отношению к другим людям, так они сейчас ведут вас к вам по отношению к вам себя. Вот и все. Вот ваша судьба вся. Вся как на ладошке. Прямо сейчас. Что делать? Начать жить правильно. То есть переводить внешнее сознание и сознание боли вот этих отношений со своей судьбой во внутреннее сознание. Означает принятие. Сначала молитва о отвращении к святости. Человек к святости обращается к чистоте, наполняется спокойствием. Ему уже кажется, что его жизнь не бесполезная. Она хорошая. Первый этап. Принятие. Получил контакт с чистотой, со святостью. Получил в сердце способность жить дальше. Получил силу внутреннюю. Второй этап. Так как сила появилась, начал менять отношения с папой. Отношения с папой начал менять. У него совесть проснулась. У меня дочка такая хорошая, а я пью. У него так почувствуется в сердце. То есть отношения появились. Следующий этап судьбы побежден. Папа у меня играет в азартные игры. Любит женщин всяких и пьет. Но он меня любит. Я чувствую, что он изменится к лучшему. Мне стало легче. Почему? Потому что я молюсь за него. И у нас с ними чистые отношения появились с папой. И он хочет меня видеть. Я ему говорю о своей деятельности, о том, как я живу. И он чувствует, что ему тоже бы неплохо так было начать жить когда-нибудь. Третий этап. Олег Геннадьевич, папа начал меняться. Он уже теперь не так пьет сильно. Не так играет в азартные игры. И не столько женщин у него бывает, как раньше. Поменьше. Понимаете, в чем идея заключается? В том, что это все проявление разной стадии судьбы. Но девушка находится на самой первой стадии. Она считает, что события виноваты в ее страданиях. И поэтому она говорит, Олег Геннадьевич, уберите папу в таком виде. Папа должен быть другим. Что делать с папой? С событием. Что делать с мамой? С событием. И как полюбить себя? А это вообще невозможная вещь. Потому что мы не можем сами себя оценивать. Вот некоторые люди думают, что полюбить себя означает оценить себя. Есть система, которая нас оценивает. Она называется совесть или сверхдуша. Там в сердце. Вот эта современная психология, она занимается глупостями. Я это понял еще в детстве. Я прочитал книжку Леви «Аутогенная тренировка». Я начал садиться вот так и медитировать. Я солнце. Так как я все серьезно изучал, я медитировал полдня. Повторяю, постаренно повторял. Я солнце. Я большое светлое солнце. Я большое светлое солнце. Я наполняю всех радостью. 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 И мама подошла такая, говорит. Солнышко, наполни меня радостью. Помой за собой посуду, пожалуйста. И мне так плохо стало сразу. Думаю, блин, она не понимает, что я большое светлое солнце. Я ей наполняю радостью. Просто присутствую рядом с ней. А она меня заставляет мыть посуду. Когда я так подумал спонтанно, я понял, что что-то в этой мысли не так. И только через много лет я понял. Но я перестал этим заниматься. Только через много лет я понял одну удивительную вещь. Что самовнушение — это все равно, что засовывать голову в песок. Есть такая притча древняя, ведическая. Очень простая, примитивная, но она дает понимание о жизни. Смотрите, в пустыне, в Раджастане, там есть такие пустынные места, где холмики такие песчаные, дюны. И между ними бегают страусы и тигры. И не страусы бегают за тиграми, а наоборот. Тигры за страусами. И когда тигр бежит за страусом, страус, если не может спрятаться, убежать, то он сует голову в песок и чувствует себя в безопасности, потому что тигра не видит. Но тигру нужна не голова страуса. То место, которое остается большое, такое толстое у страуса и красивое, которое остается снаружи. И он за него и хватает потом, понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что, когда мы самовнушением занимаемся, я светлое солнце, я большое светлое солнце, и доказываю себе, что я хороший, таким мощным методом, да, то это ничего не меняет по факту в отношении к меня, к самому себе, просто я голову в песок сую. Я становлюсь несчастным, положите здесь, да. Я становлюсь несчастным по факту, потому что я сам себя обманываю. Веды говорят, что человек испытывает чувство собственного достоинства и сильную радость в своем сердце, радость совершенную, когда он совершает правильный поступок. И чувство собственного достоинства, но как работает в этом случае? Ты молодец, ты правильный поступок совершил. И это хорошо, человеку нравится, что он правильный поступок совершил. Ему нравится, в сердце возникает радость. И есть второй вид радости. Ты грешник, но идешь правильным путем. Вот смотрите, она сказала, Олег Геннадьевич, я не могу полюбить себя. Это значит, что она идет еще неправильным путем. Потому что, когда человек выбирает правильный путь, совесть говорит ему, ты плохой человек по факту. Потому что тому человеку, который не выбрал правильный путь, голос совести никогда не скажет, что он плохой. Таким людям сверхдуша или голос совести говорит, ты хороший, хороший, не волнуйся. Почему? Потому что люди, которые не в правильный путь выбрали, они постоянно сомневаются в себе. Они куксятся постоянно. И им хочется себя оправдывать. Они говорят, нет, ну я же такой хороший человек. Ну что, мне плохо совсем думать. Нет, я все-таки хороший. То есть люди, которые не выбрали правильный путь, они еще не могут принять себя. И они постоянно оправдываются, оправдываются перед жизнью. И хотят, чего они хотят? Полюбить себя. Вот, Олег Геннадьевич, как принять и полюбить себя? Ну, чтобы вот сердце было по отношению к себе хорошо. Чтобы оно не мучило меня, не говорило мне, ты плохой. Видите, мы говорим про отношения к сверхдушой. Но как ведут себя люди, которые встали на правильный путь? Они говорят, сверхдуши, расскажи мне, в чем проблема. Я не знаю. Я хочу свои грехи знать. Я хочу знать свои проблемы. Мне надоело себя обманывать. Я хочу служить Богу, служить людям. Хочу работать над собой. Но мне кажется всегда, что я хороший. В этом проблема. Я не знаю своих проблем. Они закрыты от меня. Покажи мне свои недостатки, мои проблемы, чтобы я знал, что делать. Человек не боится введить и проблем. Он хочет о них узнать, чтобы работать над ними. Ну, смотрите, жена мужу говорит, дрянь-то такая. Если человек неправильной дорогой идет, он говорит, сама дрянь такая. Если он встает на правильный путь, он думает, не буду с ней спорить. А если он встал на правильный путь, он подходит к ней и говорит, а что ты имела в виду? Расскажи мне, я хочу знать, в чем мои проблемы. И она может, допустим, раздуть это с три километра, но она все проблемы скажет. Первый наставник человека – это жена. Дети даже являются наставниками. Они просто это делают неквалифицированно, они со злобой, с обидой наставление дают. Но они дают наставление, это факт. Надо слушать, если ты встал на правильный путь. Поэтому не надо принять и полюбить себя. Надо служить истине, молиться каждый день. И голос совести, единственный, кто оценивает нас из сердца, даст чувство радости по отношению к себе. Это чувство радости не является самодовольством. Это знаете, на что похоже? На то, что ты сдал экзамен просто и все. Ты сдал какой-то экзамен. И Господь тебе в сердце говорит, молодец, двигайся дальше. Знаете, когда Господь хвалит, это не вызывает в сердце вот эту спесь. Я молодец. Потому что ты знаешь, что как Господь тебя хвалит, Он завтра поругает за то, что ты обрадовался. Он хвалит, ты знаешь, что это похвала, это хорошо. Но не надо сдаваться, надо дальше быть правильным. Не надо сильно поддаваться на похвалы тоже. Надо учиться быть смиренным. Ты уже чувствуешь сердце, понимаешь, как правильно настраиваться. И так, видите, отношение к себе – это важная вещь. Но она не означает самовнушением заниматься. Я чувствую, вижу в себе только минусы. Так это супер. Это сколько объем работы большой. Настоящий человек серьезный, он хочет понять объем работы. Он сам ищет. Он хочет понять объем работы, чтобы постепенно ее сделать. А кто не хочет жить, он не хочет видеть объем работы. А если он лезет на меня, объем работы, то мне плохо от этого. Олег Геннадьевич, я вижу эти минусы. Надо их убирать откуда-то, куда-то. Так нет, надо не убирать, надо наоборот брать. Минусы брать и работать с ними. Это же хорошо. Это объем работы. Это не является чем-то проблемой какой-то. Минусы. Я вижу все минусы. А я вот не вижу в себе минусов. Вот в чем проблема. А минусов очень много. Мой, например, духовный учитель их много видит. Но так как я тупой, как баран, он в основном мне о них не говорит. Почему? Потому что боится меня обидеть. Потому что я еще и гордый к тому же. Вот в чем проблема-то заключается. Давайте пойдем дальше, да? То есть мы немножко пообсуждали тему. То есть работа над собой. И движемся дальше. То есть это было то, что мы прочитали в высказании святого Франциска. Ответ на вопрос тоже будем потихоньку делать. Дальше уже такой литератор, мыслитель, современник Льва Толстого Джон Рескин. То есть он был такой сторонник борьбы за природу, за чистоту, за зелень и так далее. И плюс нравственности и все прочее. И он тоже любил Лев Толстой его высказания. И вот одно из этих высказаний я сейчас зачитываю на эту тему. «Одно мы знаем или можем знать, если захотим». Видите, как он интересно размышляет. «Одно мы знаем или можем знать, если захотим». Потому что часто мы не хотим еще знать вот эту проблему. А именно, что сердце и совесть человека божественны. То, о чем сейчас мы говорили, да? Что сердце или совесть человека божественны. Это не то, что мое, я к себе хорошо отношусь. Это то, что ко мне относится со стороны. Это божественная вещь. Она не является чем-то простым, обыденным. Если мы захотим это знать, то узнаем, что совесть божественную природу имеем. Если захотим узнать, что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Смотрите, интересно. Что в отрицании зла и признании добра. У нас в природе заложена возможность не стремиться к злу, а стремиться к добру. Мы имеем божественную природу сами. Мы души по природе. И наше сердце откликается на это желание добра, чтобы к добротке идти. Просто разные человек по-разному это понимают. У нас есть от природы это заложено. Итак, человек сам является похожим на Бога. Веды говорят, что мы искорки Бога. Мы в качественном отношении похожи на Бога, но в количественном слабы по отношению к Нему. Если божественная сила управляет этим миром, то мы подчиненную природу имеем. Мы подчиняемся этому миру. Мы должны правильно понять, как жить. Мы должны правильно себя настроить. Веды говорят, что искорки летят в разных направлениях. Если люди летят в основном к обыденной жизни, в сторону решения своих проблем в жизни, забота, семья, квартира, работа, они летят от Бога и гаснут. Если искорки начинают внутренней жизнью жить, то смотрите, это то же самое время, ведь на это время тратится. По факту означает, просто зря потеряло время. Вот некоторые сидят на лекции и думают, блин, что я здесь делаю? У меня там дети, работа, занятость какая-то. А я здесь сижу и слушаю. Этот человек, он, наверное, никогда не остановится. Он болтает и болтает что-то постоянно. Смотрите, есть внешняя жизнь, вот эти заботы все. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Видите, есть внешняя жизнь, заботы, падения, взлеты. А бывает с другом худо, понимаете? И ты должен все оставить, все эти падения и взлеты. И спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает внутренняя жизнь, понимаете? Внутренняя жизнь, она может протекать всего два часа в день, допустим. Когда? А у нас есть окна в этом зале с форточками? Нет вообще? А можно вот здесь вот по шторку раскрыть? Там дверь есть и лесенка. И вот здесь вот тоже дверь и лесенка. Надо сделать воздух, чтобы двигался в зале. Людям душно. И вот там вот двери, если открыть хотя бы две двери еще, то пойдет воздух. Потому что людям реально очень трудно сидеть сейчас. Потому что это духота. Чувствуете, да? Тяжеловато. Сейчас мы сделаем получше. Надо шторки все отодвинуть, чтобы воздух шел. Видите, сколько дверей? Хотя бы еще парочку открыть, и будет нормально. Вот даже чуть-чуть побольше створки, и то уже легче. А если эти двери еще открываются, вообще классно было бы. Сейчас попробуем что-то сделать. Полегче уже стало, да? Чуть пооткрывали. Итак, смотрите, интересно знать, что вот эта внутренняя жизнь, когда душа начинает к Богу лететь, она начинает молиться святым людям, о священной писании читать, повторять имя Бога, то что происходит? Искорка начинает наполняться светом. А с этой искоркой связано много других искорок в сердцах. И они все тоже наполняются светом. Когда искорка летит к солнцу, она загорается. Она возрождается к жизни. Понимаете? Естественным образом она, ну, как, начинает чувствовать себя хорошо. Это естественное положение для искорки, ближе к солнцу быть. Понимаете? Но куда нас жизнь тянет? Куда нас жизнь тянет? От солнца. Она говорит, а у тебя работа есть, у тебя дети. Ты что, сейчас будешь молиться сидеть, что ли, с утра? Иди работай, детей корми, готовь пищу. Видите, о чем я говорю? То, что нас тянет туда, а надо туда, назад, к солнцу. Время есть, молитва. Это дает всем лучше становиться от этого. Итак, человек сам соткан из добра. Ему не хочется к злу. Ему хочется к солнцу. Видите, у нас есть качество, мы проявляем. Мы радуемся любви. Мы страдаем, когда мы гневаемся или обижаемся. Мы негодуем при виде несправедливости. Мы хотим отдать свою жизнь чему-то важному. Это все указано на то, что мы души. Что в этом, а не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии вещей вокруг нас, и не в большем разнообразии наслаждения инстинктов, что именно в духовном, а не в телесном человек является властелином над более низшим миром, в котором мы живем. Видите, какую важную вещь он сказал? Мы-то как управляем миром? Мы пытаемся освоить приборы все, хотим профессиональными стать в работе, чтобы денег у нас больше было. Мы хотим вот так управлять миром. А как надо управлять миром? Надо приближаться к духовному, увеличивать духовное в себе. И тогда этот мир раскроется легче, с ним будет иметь дело. Вот представьте себе, допустим, вы работодатель, у вас есть подчиненные. И если этот подчиненный ваш, он будет более осознанным человеком, более глубоким, более заботливым, более бескорыстным, более честным, более чистым, более возвышенным, неужели вам не будет лучше с ним работать? Неужели вы него не оставите, не повышите в должности? Неужели вы не будете им дорожить? Это невозможно. Видите, когда человек, который рядом со мной находится, проявляет душевные качества, он более дорог, и люди держатся за него больше. Я как-то спросил у тех, кто находится в зале, говорю, вот если меня выгонят из моей клиники, вы мне поможете с работой? Много людей руки подняли, сказали, что мы готовы помочь вам найти работу, готовы, чтобы вы с нами рядом были. Я благодарен всем за это. Понимаете, но это доказывает только одну вещь, что душевные качества человека защищают его в жизни. Не пенсия, не еще что-то, а душевные качества, что когда человек обладает сильными качествами, то он больше защиты, еще сильнее, еще более сильным, еще больше защиты. Наступает такой уровень защиты, когда человеку вообще работать не надо. Мой духовный учитель, он просто ездит, читает лекции, и он вообще, у него даже одна, два комплекта одежды всего. Ему куча дарит подарков, куча денег, он на эти деньги устроит храмы и раздает эти средства все еще так же своим нищим ученикам, которые нуждаются в деньгах. Ему ничего не надо, у него все есть. Почему? Потому что у него есть сильно выраженные душевные качества, которые являются главной ценностью человека в жизни. И в этого человека пять тысяч у него учеников сильно верят в нему. Понимаете? И он является душой, как бы сердцем этих людей. То есть он поддерживает меня в жизни. Я каждый день молюсь, я чувствую чистоту его, связь с ним. Я чувствую, что моя жизнь крепкую природу имеет. Что она как бы не разрушится просто так. Что есть ценность в этой жизни, большая ценность. Поскольку он отрицает или нарушает, веление сердца или души и совести, поскольку он бесчестит таким поведением имя Отца своего Господа, Небесного Отца своего Господа, а не светит его имя тем, что он углубляет свои отношения с ним, поскольку же он следует правильно этому пути или неправильно, постольку он и получает от полноты его власти. Вот поскольку человек идет своим путем, думает, блин, зарплату не дают скоты, муж уходит от меня там или еще что-то, поскольку человек живет внешними вещами, поскольку он думает о своих проблемах, только и погружен вниз, постольку он становится нищим в жизни и беззащитным, поскольку он погружает себя в отношения со святостью, поскольку он погружает себя в отношения с духовными книгами, с духовными наставлениями, поскольку он и получает силу от Бога и полноту его власти над своей судьбой. Не поскольку он играет в компьютерные игры, смотрит фильмы, играется в интернет, слушает новости, что происходит вокруг, а поскольку он сидит и устанавливает глубокие отношения со святостью, молитве, или в настроях позитивных, или в чтении священных писаний, или в посещении храма, или в кормлении нищих, освященной пищей. Есть разные способы это делать. У каждого свой стиль, как говорят. Постольку он и получает силу над своей судьбой. Причем интересно знать, смотрите, как интересно устроен этот мир. Женщина может сама найти себе мужа. Раз и нашла. Кто сам себе нашел мужа, поднимите. Вот, молодцы, какие. Ну, вот сейчас в Риге пять лад сможете найти, пойти? В Риге пять лад найдете? Вот сейчас надо пойти искать. Пока не упадете, ищите пять лад. Вы увидите, что невозможно? Вот раньше бы так встретились бы, на дороге взяла бы. А так вот, если просто целенаправленно искать, никак не найдешь. Видите, он встретился, встретился, муж встретился. Так ведь? Так, если разобраться, встретился. Потому что вот сейчас я вам, смотрите, одну вещь скажу, интересно. Поднимите руку, а кто никак не может встретить? Поднимите руку. Смотрите в зал. Ведь люди не могут встретить просто. Вот не могут. Им не встречать. А те, кто знают, они находят, да? А те, кто знают, тот находит, да? Конечно. Вот оно в чем дело. А если знаешь и не находишь, что тогда? Так во мне, значит, нет Господа Бога. Вот в этом проблема вся оказывается. Видите, если женщина цветет и пахнет, то ей не надо искать, сами приклеиваются. А если она не имеет силы женской, значит, не находится. Хоть она и знает, кого ей нужно. Никто не смотрит. Потому что, смотрите, роза растет посреди дороги. Всем нужна. А вонючая колючка растет. Кому она нужна? Никому не нужна. А? Вот, видите, то есть идея в чем заключается? В том, что есть вещи, которые от нас не зависят. Вот мы, девушка сдала экзамен, откуда красота девушке берется. Смотрите. У мужчины у него все идет внутрь. А у женщины все идет наружу. Вот, допустим, женщина ведет благостную жизнь, благочестивую. Это отражается на ее лице. Она, допустим, имеет качество скромности. Это дает вид красоты, определенной на лице. Она имеет качество, допустим, верности. Это отражается на лице сразу у женщины. Женщина, допустим, имеет качество нежности. Раз. Еще вид красоты какой-то она получила на лице. То есть лицо становится красивым от качеств характера у женщины. Но не может... Оно бывает от чего красивым? Что женщина может наслаждать сильно. Это тоже качество характера. Но уже другую природу имеет. Женщина может сильно наслаждать. У нее глаза бриллианты с три карата. Губы у нее не поверите, ребята. это... Ну, то есть это такая энергия, то есть наслаждается он как бы... Наслаждается человеком. Это тоже энергия, женская энергия. Она тоже нужна, но она не является сутью человека. Это просто привлекательность. Тоже хорошо. И тоже признак благочестия, кстати, женщины. Даже привлекательность сама по себе. Примагничивание к себе мужчины тоже признак благочестия. Если не примагничиваются, значит, не хватает благочестия. Теперь давайте разберемся, что такое благочестие. Вот один ребенок рождается, он рождается, у него хорошая память, у него с детства он очень деликатно себя ведет, он честный человек, он смелый, работоспособ, трудолюбивый, ему легко учиться, он со всем правильно относится, он... когда он говорит, все замирают, все слушают, когда он поет очень красиво, он читает стихи великолепно. Понимаете, это называется благочестие. Что такое благочестие? Это сила влияния на людей с разных сторон. Разные виды благочестия. Некоторые удивительным образом, допустим, рисуют. Вот, допустим, есть русский музей в Питере, я когда туда ходил, просто обалдел, там вот эти картины Айвазовского, там, Репина, там, и так далее. Столько красоты, и вот просто тысячу раз я видел этот сосновый лес с мишками, вот. Тысячу раз видел в своей жизни, но когда я увидел вот этого вот Шишкина, я когда увидел этот сосновый лес, я просто обалдел, потому что он тысячу раз красивее, чем обычный сосновый лес. Этот человек так его увидел, он настолько любви в него вложил. Это же талант, это называется благочестие. И вот у женщины все благочестие, оно идет наружу, понимаете, и примагничивает мужчин, потому что женщина олицетворяет человеческое счастье для мужчин. То есть она может подарить счастье в этой жизни женщине. А если она не слишком много счастья может подарить, не примагничивает мужчин. не примагничивает. Но откуда берется благочестие вот это все? Оно берется от духовной жизни. Когда человек начинает делать добрые дела для людей, молитву совершать, корень дерева поливать, чистоту, с чистотой связь свою устанавливает, то сразу же увеличивается сила и привлекательность женщины в результате. И когда Бог дает близкого человека, когда она может выполнять перед ним свой долг. Хотя бы просто теоретически, ну что, скорее всего справится. И он уже как бы дает. Но если он видит, точно не справится, ну зачем давать? Мужик же тоже, он же Богу принадлежит. Он такой же важный и нужный, как и женщина. Он говорит, я бы тебе дал, но мне его жалко. тебе-то как бы нормально с ним будет, а вот ему с тобой не очень. Ты же его замучаешь обидами своими. Видите, то есть люди соединяются Богом друг с другом. Понимаете? Поэтому не надо думать, что я нашла. Это все происходит по воле Бога, по высшим силам. Есть какие-то законы, закономерности. Благочестия не хватило, привлекательности мало, человек не привлекся. То есть это все не само по себе происходит. Типа, да я найду себе на каждом шагу, нет проблем. Господь выключает, это гордость называется. Такой женщины Господь выключает, выключать или не работает. Система не работает, понимаете? Потому что красота это энергия Бога. Она женщине дается на время, пока она молодая, потом она должна эту красоту превращать в духовную энергию. То есть женщина должна быть красивой всегда, всю свою жизнь. Но сначала она красива внешне, телесно, а потом она становится красивой внутри себя, в сердце своем. И она это еще лучше красота, чем даже внешне. Надо, чтобы красота превращалась. Для этого надо заниматься духовной практикой. А у мужчины превращается влиятельность, разум тоже. Сначала внешне, он такой крутой, у него мышца там такой. Влиятельный внешний, а потом это должно в мудрость переходить, во внутреннюю влиятельность. Итак, поскольку мы отрицаем веление сердца или совести, здесь про совесть говорится, а совесть это божественное, не наше. Поскольку мы бесчестим Отца Своего Небесного и поскольку мы лишаемся полноты Его власти, а поскольку мы наоборот уходим не в телесные преимущества, а в духовные, в духовную жизнь уходим, поскольку мы следуем велению сердца, верности, твердости, прощению, раскаянию, молитве, веры в старших, веры в Священное Писание, поскольку мы и получаем от полноты Его власти. Движемся дальше. Высказание из буддистой мудрости, буддистской мудрости, Священное Писание Буддиста. Наша жизнь следствие наших мыслей. Интересно, в Ведах написано, что есть психическое тело у человека, вот есть как грубое тело, вот это есть психическое тело, оно называется телом желаний по-другому, или телом мыслей. Вот как человек думает, так тонкое тело создается, оно формируется в результате мыслей. То есть оно тонкое тело, какие мысли у нас, какие желания, так она сформирована. Допустим, если человек в результате жизни своей приходит к мысли, что самое важное это любовь, следующая жизнь будет в женском теле, потому что женщина достигает понимания, как любить, и с помощью любви она побеждает свою судьбу. Энергия любви это основа для жизни в женском теле. Если человек к концу жизни приходит к пониманию, что самое важное знание, как жить, надо знать, как жить правильно, добиваться этого знания, тогда человек получает мужское тело. Видите, есть две важные вещи, любовь и знание. И то, и другое божественную природу имеет. Но если человек стремится к любви, он женское тело получает, а к знанию мужское. Видите, тонкое тело это тело желаний. то есть есть тонкое тело, психическое тело у человека. И жизнь человеческая, она это не жизнь грубого тела, это жизнь тонкого тела, потому что тонкое тело управляет всеми процессами, которые происходят в организме. Но также оно управляет процессами судьбы. И поэтому, когда человек думает о плохом, что он делает? Формирует себе судьбу. Вот смотрите, мысль рождается не в голове, она рождается в сердце. Здесь буддистская мудрить говорит, наша жизнь следствие наших мыслей. Жизнь или мысли рождаются в сердце. Она исходит из наших мыслей жизни. То есть они говорят, она рождается в сердце жизни и исходит из мыслей наших. То есть мысли тоже живут в сердце, тоже там рождаются. И жизнь исходит из наших мыслей. Если человек говорит и действует со злой мыслью, страдания неотступно следуют за ним, как колесо запятое вола, влекущего повозку. Может волу бежать от повозки, нет? Он привязан. Куда бежит, туда и повозка. Поэтому, если человек неправильно настроен в мыслях, куда бы он ни бежал в своей жизни, чем бы он ни занимался, всегда будет плохо. Просто, видите, страдание неотступно будет следовать за нами, если мы думаем неправильно. Видите, как важно настроиться правильно. Поэтому я говорю, что с утра надо молиться и настроить на что свою мысль? На чистое и светлое. Настроить на идеал человеческий, на чистоте человечества настроить свои мысли. И тогда страдание не будет следовать уже за нами в жизни. Дальше. «Наша жизнь – следствие наших мыслей», повторяется. Следующий высказок. «Она рождается в нашем сердце, она творится нашей мыслью». Видите, она исходит из наших мыслей, сначала говорится. Теперь она говорит «Она творится нашей мыслью». Если человек говорит и действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидая его. Теперь надо разобраться, в чём значит злая мысль и добрая, да? И эта мудрость сейчас расскажет об этом. Внимательно слушайте меня. Где злая мысль? Это очень важно. Многие люди не знают об этом, вообще ничего не знают. Он обидел меня. Он стревожил меня. Он восторжествовал надо мною. Он поработил меня. Он оскорбил меня. В сердце, встревоженным такими мыслями, никогда не угаснут страдания. Почему? Потому что всё, что это происходит, происходит для того, чтобы я сдавал экзамены. Это не означает, что он плохой. Это означает, что мне пора экзамены сдавать. Пришло время. Если на меня судьба навалилась, мне кто-то плохо сделал, мне больно, значит, пришло пора экзамены сдавать. Что значит? Больше времени молитве надо уделять. Больше времени духовной жизни. Хватит просто так жить. Надо работать над собой начинать. Иначе будет хуже, потому что ты уже вот сейчас в страдания погрузился. Он обидел меня. Следующая фраза. Он восторжествовал надо мною. Он поработил меня. Кто не даёт в себе убежище таким помыслам, тот навсегда заглушает в себе страдания. Вот пошло вот это вот. Меня обидели. Мне плохо сделали. Всё. Значит, надо молиться. Надо очищать своё сердце. Надо увеличивать контакт с чистотой. Иначе просто будешь страдать, мучиться. Жизнь пойдёт под откос. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Оно угошается любовью. Таков вечный закон. Мы не можем полюбить того, кто делает больно. Но мы можем вспомнить любовь свою, которую нам всегда делал сладко. У нас есть святость. У нас чистое отношение есть. Человек не должен к ненависти идти. Он должен вспомнить то, что даёт освобождение. Понимаете? Я этот закон понял в отношениях с кошкой, со своей. Когда приезжал домой, я студентом учился, и приезжал домой, и я пытался понять, как события побеждаются. И у меня кошка, она всегда ходила кушать на кухню. Так как у неё было неотвратимое желание, я воспринимал это как событие жизни. И я разок взял её за хвост. И я увидел разные стадии развития событий на кошке. Первая стадия. Она просто не обратила внимания и шла вперёд. Ну, я держу её за хвост, я свой человек как бы сейчас отпущу. Надоест свистнет называется. То есть она просто шла вперёд и как бы не обращала внимания на события. Но я не отпускал. Тогда она остановилась и начала говорить. Мяу, мяу. Ну, то есть мне говорит, что типа, ты чё? Мне плохо, плохое событие. Отпускай давай, мне надо кушать идти. Мяу, мяу, она начала говорить. Я не отпускал. И тогда она решила перехитрить событие. Она сначала расслабилась вот так вот, вроде легла, вроде и всё нормально. Потом резко дёрнула. Но я не отпускал хвост. И она не смогла вырваться из моей руки. И тогда она прибегла к последнему способу. Она повернулась к моей руке и сделала вид, что кусает. Вот так. И я отпустил. Потому что я не хотел такого события по отношению к себе уж. В чём идея заключается? В том, что человек сначала не обращает внимания на то, что происходит. Потом он начинает совершать усилия, чтобы преодолеть. Потом он пытается взывать к помощи. И потом что происходит? Он пытается обмануть судьбу хитростью, как-то победить. И последнее, что он начинает? Решать вопрос только после этого. Видите, как много этапов в нашей жизни нужно пройти, чтобы сесть и молиться начать потом. Потому что события же происходят в отношениях с Богом, а не с дядей Васей. Дядя Васей просто воплощение события. Он как бы орудие. Допустим, если трактор на меня едет, некоторые сражаются с трактором. Но в тракторе сидит дядя Вася, надо это понять. Более разумные люди кричат, ты чего едешь на меня, дядя Вася? А другие говорят, ещё более разумные, говорят, «Пожалуйста, дядя Вася, не едь на меня, я исправлюсь». Понимаете, о чём я говорю или нет? Можно обращаться к нему со злобой. Можно вообще его не видеть и с трактором просто воевать. Большинство людей просто с трактором воюют. Вот мне, допустим, кто-то делает больно, я ему назад. Печень болит, лечим печень. Вот преподаватель плохо себя ведёт, не люблю преподавателя. Понимаете? То есть, а почему он плохо себя ведёт? Может быть, потому что я учусь плохо? Может, мне надо просто учиться начать хорошо? Преподаватель успокоится? Хоть он и всё равно плохой человек. А может быть, ты вообще в жизни не тем занимаешься? И поэтому у тебя так всё плохо вообще в жизни, и преподаватели плохие понимают, подостаются. Может, вообще ты не в ту сторону идёшь в жизни? Видите, как много надо пройти этапов, чтобы задуматься, что мне надо что-то делать в сердце своём. И у человека так всегда вот эти стадии проходят. Сначала мы просто живём обычной жизнью. Но муж исправится, ничего страшного. Потом, дальше, надо, наверное, начать выполнять свои обязанности, как жена. Лучше себя вести. Второй этап. Пытаемся посильнее бежать. Потом, не получается, не исправляется муж. Значит, надо что, поплакать немножко перед ним? Может, он исправится тогда в этом случае? Не исправляется. Тогда что нужно? Нужно хитрить. Пойти на курсы по психологии и улыбаться ему ходить. Делать вид, что я как бы тебя люблю. Всё, исправляйся. Не исправляется, гад. И тогда что? И тогда начинаем духовную жизнь. Молитву, прощение, глубину. И видим, что он не исправляется, потому что мне такой положен. Начинаем видеть, что я такая. Первое, что мы видим, что объём работы начинаем видеть. Что я такая плохая, поэтому он так ведёт себя. Всё нормально. Так нет никаких проблем. Значит, надо просто трудиться над собой. И он исправится. И так оно и происходит потом, по факту. Так и происходит. Видите, он обидел меня. Он восторжествовал надо мной. Это что такое? Это реакция судьбы. Если я реагирую точно так же. Я не люблю тебя. Мне не нравится. Мне больно. Значит, видите, здесь говорит. Он обидел меня. Просто мне больно. Мне больно означает злая мысль. Это злая мысль, оказывается. Мне больно. Ты меня обидел. Ты плохо ко мне относишься. Оказывается, это злая мысль. Вот где злая мысль-то. Ведь многие женщины думают. А я что тебе плохого сделала? Я просто обижена тобой, и всё. Так это и есть злая мысль. Некоторые мужчины говорят, как я это стоял здесь, чтобы мне печать поставили, что я приехал в Латвию, что я хороший человек. Вот. Меня пускают сюда. Я ничего плохого здесь не сделаю вам. Мне печать такую спросили. Ты хороший человек? Говорю. Ну, вроде нормально. Мне поставили, я пошёл. Но перед тем, как это произошло, один мужчина что-то очень говорил женщине, своей жене, она говорит, ты чего орёшь? Он говорит, я не ору, а просто строго разговариваю. И это факт. Он воспринимает, что он строго разговаривает, а она воспринимает, что он орёт. Разное восприятие совершенно у мужчин и женщин. Вот женщине кажется, что она просто с чувством говорит, а мужчине кажется, что она на него психически давит. Он говорит, я тебе, я не давлю на тебя, я просто тебе объясняю. У меня жена, когда берёт за руку, говорит, пойдём, я тебе сейчас всё объясню. Я говорю, может, завтра? То есть эмоции такие сильные, они воздействуют же эмоционально, это тяжело, это колбасит. Вот. Или я, допустим, беру и занюху говорю, давай я тебе сейчас расскажу, как правильно. Говорит, может, не надо. Тяжело, потому что, понимаете, это демагогию слушать тяжело. Но мне кажется, что я просто серьёзно общаюсь, а ей тяжело, понимаете. Это означает, что мы не сможем проследить в этой жизни, где я правильно сделал, где неправильно. Если судьба захочет нами кого-то напрячь, то она это сделает профессионально. Нам будет казаться, что мы всё классно сделали, а близкий человек от этого пострадает. Почему так устроен этот мир? Мы не можем всё это проследить. Судьба очень хитро так действует через нас. И поэтому не надо беспокоиться. Мой муж, допустим, моя жена эмоционально себя ведёт. Ничего страшного, надо подышать немножко. Тяжело, да, тяжело, но это судьба действует просто через неё. Надо подышать, не обращать внимания. Она успокоится. Муж грубо себя ведёт, надо подышать, успокоиться. Тяжело, больно, факт. Надо подышать, помолиться, успокоиться. Олег Геннадьевич, он ведь опять будет так себя вести. Вот смотрите, это первый этап, это спокойствие. А второй этап это восстановление отношений. Сначала в сердце меняемся, потом восстанавливаем отношения. Говорим ему обратную связь. Ты знаешь, ты говори мне немножечко понежнее, я тогда лучше соображать буду. А так я вот тупая, ты мне говоришь так сильно, и меня заклинивают мозги сразу. Не могу соображать, что ты хочешь от меня в это время. мне больно становиться и хочешь за тебя в ответ сказать что-нибудь. А ты говори помягче со мной, и я буду лучше реагировать на тебя. Это называется больше любви, и можно так сказать, есть силы так сказать. А потом еще больше любви, когда у вас будет, он даже не сможет так говорить плохо с вами. Он будет просто говорить нежно, и все. Видите, разные степени побед над судьбой, все начинается с сердца. по факту. И злой человек это тот, кто с сердцем не работает. Он просто принимает, что вот эти люди плохо ко мне относятся, поэтому я на них злюсь, я их не люблю, я на них обижена. Все это означает злая жизнь, злобный человек. Помни, как мы бандиты, гонстерита, убиванта, мы любита, пистолета, то и это, держим банка миллиона и плеванта на закону. О, yes. Это крайняя уже степень, не понимает того, что я сейчас сказал. Крадняя степень злоба начинается все вот с этого, с этого. Он обидел меня. Вот такие песни, пироги. Я много читаю, слушаю различные лекции, но не могу запомнить эту информацию. Почему? Слава Богу, что не можете запомнить. Представляете, что бы произошло, если бы все запомнили. информацию не нужно запоминать. Зачем нужны лекции? Чтобы вдохновить нас на внутреннюю жизнь. Вот смотрите. Допустим, вы прочитали лекцию, в лекции написано, вставай рано утром, лекция сказана. Вы будете вставать? Нет. Почему? Нет силы. Значит, чего не хватило в лекции? Выше, чем информация, что? Вдохновение. То есть, если бы даже я лекцию не запомнил, но рано утром встал, это было бы лучше же, правда? Потому что лекция об этом. Значит, есть более глубокое слушание, чем просто запоминание информации. Это слушание с верой. Слушание с верой, оно дает другой результат. Ты, может, до конца не запомнил, захотелось это сделать уже. Другой результат получается. Есть еще более глубокое слушание. Еще более глубокое слушание делает привычку вставать всегда рано утром. И ты всегда хочешь вставать без проблем. Встаешь и все. Почему? Потому что ты в результате этой лекции начинаешь, вот внимательно слушайте меня, ты начинаешь в результате этой лекции чувствовать вкус утра и чувствовать, что в это время надо бодрствовать, иначе ты пропустишь, пропустишь. Как рыбаки, они думают, что они хотят ловить рыбу. И поэтому они встают рано утром и говорят, мы пропустим клев. На самом деле, они вот с энтузиазмом встают рано утром, чтобы почувствовать вкус утра. Они идут на речку, зачем? Чтобы посидеть в тишине, чтобы подумать о жизни. И в это время параллельно там еще и обеспечить себя продуктами питания. Но они идут на речку, зачем? Чтобы вот это утреннее, они чувствуют вкус утра, рыбаки. Поэтому они хотят пораньше встать. Им нравится вот этот вкус утра, понимаете? А можно же не обязательно рыбку убивать, чтобы рано утром вставать. Можно это делать и без рыбки, просто вместе с молитвой. Да? И вкус утра передается через пение, да? Через звуки. Поэтому более эффективная лекция, когда в нем есть раса или вкус. Веды говорят, смотрите, ведическое знание, чем отличается. И вообще духовное знание. Веды говорят, что эффективно менять жизнь не с помощью просто сухой информации, а с помощью вкуса, который меняет жизнь. Вот утро есть вкус. Смотрите, слушайте этот вкус. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка. Не спи, вставай, кудрявая. Там и так далее. Тун-туру-турум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет или оборот. Ты услышишь, ты увидишь, как веселый барабанчик руки палочки кленевые берет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, Хоть этот путь неведом Иди, мой друг, всегда иди Дорогою добра За солнцем следом означает Рано вставать Ну, видите, то есть я вам сейчас передал Информацию, что-нибудь запомнили вообще, нет? Ничего не запомнили Зато захотелось рано встать Послушать этот вкус, почувствовать Соловьи поют, салебаются Но не все приветы Сбываются, а твои слова Они забудутся Сбудутся, сбудутся Да? Соловьи, утро, да? Итак, утренний вкус есть Веды говорят, что вкус Меняет жизнь, вкус Так же, как вкус пищи есть Так же есть вкус судьбы Или вкус, который живет в разуме Понимаете? Этот вкус, он манит человека И когда человек чувствует Этот вкус, чистоту Утреннего дня Ему хочется рано вставать И молиться Потому что утреннее время Она соткана из молитвы Но предназначена для духовной жизни Человек Для изменения судьбы То рано дает тому Бог Рано встает, тому Бог дает Ну, то есть Изменение судьбы утром происходит В утреннее время Видите, я сейчас вам дал Очень важную вещь Свой вкус утреннего времени Который у меня есть Если вы внимательно слушали То завтра утром вы захотите Проверить Так ли это или нет Вам захочется встать Вот так человек должен жить В чем тупость жизни заключается Когда человек пытается Поменять свою судьбу Без вкуса вот этого Смотрите, в чем тупость Я просто утром встаю Как у меня один наставник учил Он Тоже классная вещь Но долго не продержишься на этом Он просыпался рано утром И такое он мне советовал Вот такие песни Типа Вот есть такой хор Ну, поется Ну, как бы Поется такой хор Реверационный Такой ставишь будильник Такой ставишь перед собой И там такой хор звучит Ты просыпаешься Вставай проклятием заклеменный Понимаете? И ты такой Встаешь такой Проклятием заклеменный Идешь в душ И потом он говорил Когда ты смотришь на себя в зеркало То И такой смотришь Ты еще такой Не проснулся такой И он такой Ну, что мешок С испражнениями Надо чистить зубы Че смотришь? Надо как-то жить Понимаете? Ну, то есть это Называется скетизм То есть С скезы к жизни подходить Вставай проклятием заклеменный Иди в душ Хватит лежать Чисти зубы Че смотришь? Мертвое тело Вот Ну, то есть Понимаете? Это хорошо Нормальный метод Он работает Отрезляет Но Любовь выше Любовь лучше Когда человек с любовью Чувствует утро Настраивается вечером На этот вкус Утро Он хочет встать с утра Потому что Особенно, когда он чувствует вкус Молитвы утренней почувствовал Поэтому Что надо? Какую музыку вставить? Вот я Ставлю колокола У меня на будильнике Стоит колокола И вот этот перезвон Утренний Такой Он будет К молитве Понимаете? Вспоминаешь, что надо молиться И сразу хочется встать Я перезвон там Дзынь-дзынь-дзынь Утренняя молитва Мне хочется вставать Можно прочитать Несколько раз Молитву Которую ты с утра Читаешь И тебе уже захочется встать Потому что ты вспомнишь Ее вкус Как ты читала В прошлый раз Понимаете? Так человек Побеждает свою судьбу И так Пытайтесь понять Надо почувствовать Вкус Он передается От одного человека К другому Этот вкус Является сутью жизни Понимаете? Вкус Допустим Как сделать так Чтобы в семейной жизни Пора заканчивать Как сделать так Чтобы в семейной жизни Было хорошо Нужно почувствовать Вкус Правильный Отношений к мужчине Есть женщины Которые постоянно Бунтуют перед мужчиной Она видит мужчину И очень сильно Чувствует несправедливость Этот вкус Не поможет Сделать Свою жизнь Счастливой И женщина говорит Олег Геннадьевич Ну у меня такой вкус Ну что делать? Ну не могу ей вытерпеть Скотину Вот Что делать? Сейчас объясню Нужно строить Свои отношения С верой С той женщиной Которая по-другому Относится к мужчинам Она относится к ним По-другому Понимаете? Принимает их И вот когда ты с ней Близкие отношения Начинаешь строить То этот вкус Отношений к мужчинам От тебя Начинает перетекать То есть от нее К тебе Довидительное отношение С правильным человеком Меняет судьбу Вот этот вкус Правильных отношений Наполняет женщину И она начинает Вести правильно Вот я неделю Целую общался С одними возвышенными Личностями Они решали судьбы людей С очень большим Смирением Я когда слушал их Я когда слушал их Как они это делают Я пропитался Вот этим вкусом Не рубить народ Не клеймить Как бы ни ярлыки Не вешать А просто вот Помогать Заботиться И с любовью Отставать С утра А вот этот вкус К счастью Это и есть Вера Некоторые спрашивают Что такое вера Вера соткана Из энергии любви А у энергии любви Есть разные вкусы И поэтому Если вы вкус Правильный получили К жизни После этой лекции То этот вкус Дальше начнет Вас двигать В жизни Понимаете Вкус передается От одного человека К другому Это невозможно Прочитать в газете Допустим Помидоры Очень вкусные Точка Они такие вот Ароматные Упругие Приятные Нежные Мягкие И много-много-много Тысячу фраз Различных про помидоры Вы сможете понять Какой вкус у помидоры Нет? Нет Теперь берете Вам Подходит к вам грузин Такой Говорит Слушай Блин Такая помидора Вкусная Попробуй И так как он Ее любит Эту помидору Бесконечно просто Вот так вот Вот так вот Любит Бесконечно Понимаете Бесконечно Любит эту помидору Он вам ее дает И вы в его настроении Вот настроение Какое он имеет Кусаете Эту помидору Прямо из его рук И вы чувствуете Этот аромат Вот этот Он говорит Ну я же тебе говорил Он передал веру Свою вам Передал веру И вы получаете Вкус помидоры На всю жизнь Уже все Вы знаете Какая она вкусная Если вы Переняли его От кого-то Человека Точно так же Вкус к изменению Своей судьбы Передается От одного Человека К другому Тот человек Который может Поменять свою судьбу Может передать Этот вкус Другому человеку Так строится Жизнь Человеческая У меня есть Наставник Духовный учитель Который Настолько Чисто И возвышенно Живет Я пытаюсь Перенять Его этот Вкус Всю жизнь И у меня Ничего не получается Но по вашей Милости Получится Вот если вы Сейчас С любовью Как бы Скажете Олег Геннадьевич Мы тоже Будем стараться И у нас Вместе Все получится Тогда я тоже Вдохновлюсь Как есть Такой анекдот Про Брежнева Он написал Книгу Малая земля И Один Его помощник Пришел Говорит Я прочитал Книгу Малая земля Мне так Понравилось Он посмотрел На нее Брежнев Посмотрел Говорит Да Мне тоже Надо почитать Ну ладно Давайте будем Желать всем Счастья Давайте сядем Прямо У нас сейчас Следующая часть Нашей лекции Это Тренинг Мы должны Сейчас Потренироваться Будем Потому что Без тренинга Вкуса Никакого Не будет Значит Так как Нас много Сейчас Это уникальная Ситуация В нашей Жизни Я как-то Прочитал Одну информацию Что Я не знаю Правда Это или нет Но доктор Ветров Здесь в Риге Много лет Назад Сделал Одно Событие Он Взял Собрал Много Людей Вместе И они Там Какие-то Настрои Благоприятные Читали Ведически И в это время Проводили Статистику И по статистике Уменьшилось Количество Аварий В городе Несчастных Случаев Как бы я Вот такую Информацию Слушал Это в Риге Произошло Мы сейчас Не будем Проводить Статистику Но я знаю Точно Что если Сейчас Вот вместе Столько 400 человек Начнут Повторять Я желаю Всем счастья Пусть даже Не на литовском Языке Или Латышском Языке А Вот на этом Вот русском Блин Не важно На каком языке Не важно Важно то Что мы будем Это делать С сердцем Сейчас Давайте Настроимся На отношения Со святым Человеком Смотрите То есть Идея в чем Заключается Какая бы вера У вас не была Все люди знают Что есть святые люди Может не ваша Духовная традиция Не имеет значения Надо вспомнить На иконе На изображении На фотографии Как вот Лена Которая Организовала Мне все здесь За что я Очень благодарен Она мне Не так давно Подарила Книжечку Одного Возвышенного Святого Я уже забыл Как зовут Как зовут его Как Архимандрит Виктор Мамонтов И она Подарила мне Книжечку Эту И Сзади Была Фотография И она Сказала Что он ушел Уже С этой Нет А Здесь Да А там еще Один был Который ушел Тоже Был другой И я Посмотрел На это изображение Думаю Господи Какая чистая Душа Я бы вот Молился И молился Чтобы Мое сердце Было связано С таким человеком Понимаете То есть об этом Речь идет Что есть те Которые живут На земле На это Такие возвышенные Люди А есть Которые уже ушли И если мы Искренне Думаем Об этих людях Мысленно кланимся И просим Пожалуйста Сделай меня Орудием В твоих руках Я желаю Всем счастья Потому что Кто такой Святой человек Тот Кто же не живет Для себя Он постоянно Думает Только о других Он хочет Чтоб другие люди Были счастливы И поэтому Он жив на этой земле Живет на этой земле Но Обычные люди Так не живут Они живут Своими заботами Когда начинается Счастливая жизнь Когда счастье В жизнь приходит Когда человек С помощью Вот такого настроя Внутреннего По милости Святого человека Меняет направленность Своей жизни Он вдруг Отключается От себя И начинает Желать другим Счастья Думать о других Это только по милости Возвышенных людей Возможно Потому что мы По другому Не можем переключиться Когда человек Переключается Только тогда Он становится Счастливым Побеждает Свою судьбу Мы можем Стать счастливыми Только будучи Проводником Энергии счастья Смотрите Энергия счастья Когда за ней Бежишь Как все люди делают Оно убегает Счастье имеет Такую природу Когда мы хотим Быть счастливыми Чтобы все хорошо В моей жизни было Это неосуществимо Оно убегает А когда мы Начинаем служить Счастью И забываем Про себя Тогда Оно через нас Течет Понимаете В этом Уникальная особенность Это силы счастья Непостижимой Энергии Бога Поэтому человек Должен по факту Научиться Забыть про себя Но это возможно Только по милости Святых людей Поэтому надо Настроиться Очень внимательно Сейчас сесть прямо Мысленно кланяться Возвышенной личности Чистому человеку Или священному писанию Мусульмане Поклоняются Священному писанию Или святому имени Бога Мысленно кланяться Святыне И повторять То есть стать Проводником Этой энергии Становиться Проводником Я Желаю Всем Счастья 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 Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, веры и всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень и очень благодарен вам за то, что вы были со мной эти три часа. Спасибо вам за ваши глаза, за ваши лица. Всего вам самого доброго. До свидания. Завтра вечером мы будем опять встречаться. Если будет желание, приходите. До свидания. Я отвечу постепенно на эти ваши вопросы, вот то, что мне принесли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok